МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе Стройка. Обсуждаем умные решения для умного автополива. Рассмотрим подробно все этапы монтажа полимер-песчаной плитки. Не переключайтесь. В прошлых программах мы обсуждали стандартную спецификацию и правила монтажа автополива. Сегодня мы обсудим, какое оборудование сделает вашу систему автополива эргономичной, эффективной и в некоторых вопросах даже умной. Итак, начнем список с насоса. Обсудим с компанией ЮниПамп, какой насос в современных реалиях можно считать максимально работоспособным для автополива. Сегодня мы представили многоступенчатый насос поверхностный и однопороговый блок автоматики. Данный насос дает 90 литров в минуту. Ну, это примерно 5-6 кубов воды в час. Мы выбираем насос, исходя из рабочей точки, 3 куба на 2 атмосферы. У нас были именно задачи, исходя в максимуме 6 кубов, поэтому такой насос подойдет. Хранение оборудования для автополива – вопрос немаловажный, поэтому мы заявляем в списке важных приобретений для монтажа системы автополива – уличный шкаф. Насосное оборудование в один щит с электрикой не ставят, поэтому для автоматического выключателя внутри металлического корпуса используется отдельный бокс. Какой ящик можно считать подходящим для наших задач, обсудим с компанией ИЕК. Для установки модульного оборудования мы выбрали металлический корпус модельного ряда «Гарант» со степенью защиты IP65. Он отлично подойдет как для внутреннего использования, так и использования на улице. У данного щита есть козырек, который при открытии не допускает попадания влаги и грязи внутрь самого шкафа. Также у него были защищенные фурнитуры на замок. На двери имеется у нас место под монтаж сигнальной аппаратуры, регулируемая монтажная планка. У корпуса имеются три усиленных петли, у каждой есть защитный колпачок. Далее. Как организовать умную систему? Умной. Любую систему делает контроллер – центр управления автоматическим поливом. Он позволяет программировать время и режимы полива, устанавливать расход воды. Система работает без участия человека полностью. Пульт управления – это у нас голова, которая знает, когда систему нужно включить, а насос – это сердце, которое качает у нас воду и подает воду в саму систему. У системы, естественно, есть датчики дождя, датчик ветра, датчик заморозков и при необходимости датчик почвы. Все эти датчики полностью делают систему автоматизированной. Если у нас пошел дождь, соответственно, система не включается. Если у нас минусовая температура, пришли заморозки, система тоже не включается. Датчик почвы определяет, соответственно, уровень воды или влажности, и, соответственно, тоже система на это реагирует и подает необходимое количество воды. Удаленное управление всем процессом позволяет реализовывать контроллер с Wi-Fi или Bluetooth. В приложении для мобильного устройства можно контролировать объем воды, расписание и длительность орошения, а также настраивать программы полива для разных зон. Есть такая технология, как Гидровайз. Соответственно, мы из любой точки мира заходим в свой телефон через программку. Например, захотели вручную включить систему автополива. И моментально это сделали. Либо выключили, либо просто следим за графиком полива, когда у нас что поливается. Об основных правилах монтажа системы умного автополива поговорим с компанией «Первая студия полива». Начнем с подбора оборудования. Для умной системы полива нам понадобится пульта управления с наличием Wi-Fi, датчики дождя, датчики расхода давления, система фертигации, добавления удобрений и водяные розетки. Основной в умной системе – это пульт управления с наличием беспроводного доступа Wi-Fi, который будет всем поливом и управлять. С телефона, с компьютера, с интернета. Пульт имеет многозонность, может управлять всем участком, делить участок на разные зоны полива с разными характеристиками. Это и капельный, и дождевание. Датчик дождя будем использовать беспроводной, который будет также удаленно подключаться к пульту. И последнее – попробуем достаточно сложную систему удобрения, так называемую MixRide, которая будет добавлять в процентах удобрения в умную систему полива. Итак, приступим к монтажу оборудования для умной системы автополива. Работу начнем с подключения выбранной спецификации. В системе умного полива был установлен данный датчик. Датчик расхода воды, который считает общий расход воды на каждую зону и в случае аварии перекрывает полностью полив. Сейчас данный датчик запустился во время полива. И примерно через 2-3 цикла он нормализуется, высчитает средний расход на каждую зону и будет выключать полив, если норма воды будет либо меньше, либо больше. Мы завершили монтаж умного автополива. Проверим, как работает система. В данной системе умного полива был установлен беспроводной датчик дождя и расходомер. Если будет идти дождь, то полив будет полностью выключаться, что предотвращает перерыв воды в почву. Давайте продемонстрируем это. Завершит наш список важных эффективных решений для системы автополива интеграция в систему водорозеток. Водяной розеткой называют выходы системы водопровода, расположенные в саду или огороде. К ним можно подключить шланг и доставить воду в любое место приусадебного участка. Для того, чтобы сохранить натуральную природу на своем участке и спрятать все коммуникации, мы используем данные водорозетки. Они закапываются под землю, устанавливаются быстрые съемные соединения для подключения шланга. И на вашем участке не видны никакие коммуникации, ни гидранты, а все нужные коммуникации, водорозетки, они у вас под рукой. На данном объекте мы будем использовать два вида розеток. Первый вид водорозетки более удобный. Быстросъем оботкнули, открыли вентиль и пользуйтесь. И есть другой вид водорозетки. Без специального крана воспользоваться ими не получится. Он закапывается под землю и видна только вот эта вот крышка. Вы ее открываете. Берем специальный ключ, накручиваем на него быстросъемные соединения, подключаем быстросъемные соединения, втыкаем ключ в розетку. Все, можно спокойно пользоваться системой. Далее в программе этапы монтажа полимер песчаной плитки на открытой веранде. Подробно рассмотрим правила монтажа гидроизоляции. В прошлых эфирах мы обсудили преимущества и особенности полимер песчаной плитки. Крепче, чем керамогранит, дешевле, чем клинкер, монтаж возможен в любое время года. Разберемся в основных правилах и ошибках монтажа полимер песчаной плитки на открытой веранде. Если мы будем использовать при монтаже наших ступеней просто плиточный клей, то 95% вероятности, даже более, что ваши ступени, они просто отойдут после монтажа, на второй, на третий день, когда клеющий состав встанет. Данную проблему мы решили следующим образом. Берется пескобетон, в него добавляется примерно 15-20% плиточного клея для керамогранита, для наружных работ. Это все разбавляется водой до консистенции творожной массы. Вот такой клеящий состав, он будет гарантированно держать плитку на основании. Итак, вернемся к укладке полимер песчаной плитки. На бетонную поверхность наносим небольшой слой плиточного клея и его разравниваем с помощью гребенчатого шпателя. Важно заполнить все полости на обратной стороне плитки с помощью клеящего состава. Далее плитку монтируем на подготовленную поверхность. Плитку осаживаем с помощью киянки. Формируем швы с помощью малярного скотча и дальше аккуратно угловой шлифовальной машиной с помощью алмазного диска по малярному скотчу их пропиливаем. Тогда швы у вас получатся идеально. Так как для формирования швов мы используем малярный скотч, поговорим о нем со специалистом Лига Регион. Малярный скотч бывает разными, с разными клеевыми составами, с разной бумагой. Существуют деликатные поверхности, например, свежеокрашенные. В этом случае применяется скотч на основе бумаги Ваши с акриловой клеевой составляющей, которая позволяет, прилипая к поверхности, не сдирать свежеокрашенные слои или свежештукатуренные слои. Скотч для общестроительных работ на каучуковом клее, он, скорее всего, деликатные поверхности частично будет оставлять на своей клеевой основе, соответственно, испортит ее. Плитка смонтирована. Следующий этап – заделка швов. Для этих задач мы используем полиуретановый герметик Кертлингер. Основная причина, почему мы в швах используем именно полиуретановый герметик, это именно температурные колебания нашей продукции. Если использовать затирки на цементной основе, в которой нет у них колебаний, это приведет к тому, что наши швы, они раскроются, и влага попадет в основание, ну, что будет разрушать именно основание. Полиуретановый герметик, он как раз и компенсирует вот эти температурные колебания и не дает влаге проникнуть в, получается, полость между основанием и плиткой. Для наших строительных задач мы используем однокомпонентный силиконовый герметик Кертлингер WP791. Отличная УЭФ-стойкость и атмосферостойкость остается постоянно эластичным и выдерживает большие деформационные нагрузки. Герметик – высокотехнологичный продукт, который после вулканизации представляет собой эластичный эластомер. То есть герметик, как мы видим, он в таком гелеобразном виде. От влажности воздуха он начинает вулканизироваться. То есть постепенно он твердеет и превратится в эластичную резину. Соответственно, он закрывает монтажный шов и под воздействием УЭФ-лучей, допустим, или каких-то атмосферных явлений он держит температуру, расширяется и сжимается в зависимости от погодных условий. Последний этап – нанесение яхтного лака. Да-да, вы не ослышались. Именно яхтный лак сделает наше покрытие ярким в цвете и защищенным от механических повреждений. После испытаний мы пришли к выводу, что именно яхтный лак максимально подходит для этих целей. То есть он убирает излишнюю пористость, он стойкий к ультрафиолету, и он используется именно в зонах, где идет проходимость. То есть люди наступают ногами, каблуками. Работа завершена. После сезона эксплуатации полимер-песчаной плитки поделимся впечатлениями. Не переключайтесь. Под полимер-песчаную плитку, так же, как и под керамогранит, можно монтировать электрические полы. Монтаж начинается, собственно, с укладки нагревательного мата на запланированной площади. Мат представляет из себя нагревательный кабель, уложенный на стеклосетке, что очень удобно, поскольку резко снижает трудоемкость работ. Площадка должна быть ровная, сухая, чистая. Поскольку это помещение практически на улице, мы выбираем нагревательный мат повышенной мощности Spahit Extra. Нагревательный кабель ни в коем случае нельзя разрезать. При монтаже нагревательного мата режется только стеклосетка, на которой он разложен. Сделать это можно обычными канцелярскими ножницами. Поверх мата укладывается плитка. При подготовке основания под плитку для веранды или других помещений с повышенной влажностью необходимо использовать различные гидроизоляционные материалы. Поможет нам разобраться в теме компания «Литокол». Сегодня мы с вами произведем гидроизоляционные работы на данном объекте. Для этого будет использована цементная эластичная гидроизоляция. Гидроизоляция выполняется в два слоя. Первый слой усиливается щелочистойкой сеткой. Примыкания ко всем стенам выполняются эластичной гидроизоляционной лентой, которая клеится на ту же гидроизоляцию. Для этих работ нам с вами понадобится шпатель либо кельма, также валик для грунтования, емкость для замешивания и миксер. Компания «Литокол» основана в Италии более 50 лет назад. На сегодняшний день ее продукция успешно продвигается более чем в 100 странах мира. За 15 лет в России бренд успел завоевать уважение среди профессионалов строительного рынка. Вернемся к монтажу гидроизоляции. Начнем с основных ошибок в работе. При работах цементной гидроизоляции ни в коем случае нельзя совершать следующих ошибок. Первая из них – это работа на открытом солнце. Вторая – работа под воздействием влаги, то есть непосредственно дождя. Третья – при примыкании лент ни в коем случае не допускаются какие-либо пузыри. Работы по монтажу гидроизоляции на цементной основе проводятся в два этапа и два слоя. Этапы монтажа следующие. Первоначально мы увлажняем нашу поверхность. Для цементной гидроизоляции ни в коем случае не применяем никаких грунтов. Только увлажнение. После увлажнения водой мы приступаем к приклейке нашей гидроизоляционной ленты. После монтажа гидроизоляционной ленты приступаем к нанесению первого слоя цементной гидроизоляции. Гидроизоляция наносится шпателем, кельмой, либо гребенкой. После нанесения первого слоя в него вкладывается щелочестойкая сетка. В дальнейшем она приглаживается шпателем или кельмой. Второй слой наносится через 3-6 часа под 90 градусов к первому слою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова